Настоящая ручка и цанговый карандаш, то есть туда вставляется цанга, так называемая грифель, карандаш. Паркер с золотым пером, рында отбивать склянки и уникальный портрет Петра Первого, сделанный из спичек. Экскурсия в доме-музее Алексея Толстого. Уже второй год подряд в преддверии Нового года здесь проходит литературный вечер, посвященный двум стихиям – поэзии и морю. Мы сюда пришли, в это место, не случайно совершенно, потому что для нас, кто и пишет и стихи, и занимается вопросами, связанными с кораблестроением, они не могут не увидеть того, что мы видим здесь. Просто в этом музее вы видите вот корабль на фоне кабинета Алексея Николаевича Толстого. И огромное множество предметов, которые говорят о том, что он очень сильно увлекался именно стихией моря. Ровно 60 лет назад, в 1959-м, в СССР был спущен на воду первый атомный ледокол. Примерно в то же время в свое большое плавание отправлялись и поэты-шестидесятники. Физиков и лириков где-то в бытовом плане иногда противопоставляют. Но это совершенно неправильно. Каждый человек тогда должен был быть кем-то, помимо того, кем он был. То есть ему недостаточно было работать где-то в НИИ. Он должен был быть или поклонником Трифонова, читателей «Октябрь» или «Новый мир», быть поклонником или Распутина, или Евтушенко. То есть для того, чтобы тебя определить, важно было что-то еще. Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне. Дело не в сухом расчете, дело в мировом законе. Наиболее громко звучали голоса Дементьева, Рубцова, Вознесенского, Ахмадулина. Люблю, Марина, что тебя, как всех, что, как меня, озябшую гортанью. Не говорю тебя, как свет, как снег, усилием шеи, будто лед глотаю. Не пойму я, слышится мне, что ли, полное смятение и боли. Граждане, послушайте меня. Палуба сгибается и стонет, под гармошку палуба чель стонет. А на бате тоненько моля пробует пробиться одичало, песенки свербящие начало. А это стихи Роберта Рождественского. Девчонка ждет любви, ей очень боязно. А на девчонку смотрит старшина, и у него есть целый час до поезда. Ждет поворота лоцман, скоро мель. Учитель ждет решения примеров. Ребята ожидают перемены, колхозы ожидают перемен. Я помню тот самый момент, когда я поняла, что отец интересен людям. Я сидела среди слушателей, и вот он начал читать стихотворения, зал замер. И он читал, читал, и вдруг запнулся. И вдруг люди, которые сидели рядом со мной, стали ему говорить, подсказывать слова. И весь зал, все лужники, 12 тысяч голосов не прошептали. Каждый шептал, но это был гром. Физики и лирики тесно взаимодействовали друг с другом. Да что там, иногда это были одни и те же люди. Известный поэт-шестидесятник Александр Люкин работал на судостроительном Сормовском заводе. И стихи писал, конечно же, о кораблях. Буксирчик мал, смешон, пузат, А две здоровых, долгих, Баржище тянет за канат посередине Волги. Захомутался в черный дым, Огни глаза таращит, Лунище плавает над ним, А он пыхтит да тащит. Никакого космоса еще никто не знал, Ни в каких воздушных пространствах еще не обитал, А корабли уже ходили. Вдоль берега аргонавты шли искать золотое руно. Гомер писал Илиаду. Корабли – это история человечества. И поэтому и в 60-е о них много писали. Много было снято фильмов о кораблях. Сейчас их почти не снимают. Я надеюсь, я сценарий напишу, И мы снимем что-нибудь о кораблях. В заключении вечера стихи прочитала и Джохан Палыева, Напомнив при этом, что в следующем году будет отмечаться 60-летие самих шестидесятников, А значит, появится еще один повод для встречи. Я пишу, как все подростки. Я пишу, что мимо носится. В окнах роста те же госты. Миноносец с миноносицей. Мне не нравятся ракеты. Я пишу, плывет корабль. И хочу, как все поэты, С корабля на дирижабль. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok